Всем привет, дорогие друзья! Итак, в ваш инстаграм вновь врывается рубрика «Летучие случаи». Готовим очень быстрые и полезные блюда. Сегодня мы приготовим с вами полезные вафли на миндальном муке. Все блюдо займет 15 минут. И также я вам расскажу, как я готовлю сама растительное молоко. Сегодня это будет миндальное молоко. Итак, значит, что нам нужно для приготовления вафель? Нам нужно 3 яйца. Мы поняли, что ты готова. Нам нужен стакан миндальной муки, щепотка соли, ложечка соды без горки, несколько фиников и кокосовое масло. Все очень просто. Берем, все это смешиваем. Я еще очень люблю вафли. И говорят, что все, что связано с мукой, это очень вредно. На самом деле это не так. И даже самые полезные, хорошие... Так, а, нам нужны еще финики. Значит, раздавить. Ну, если финики маленькие, то, наверное, можно взять 5 штучек. Я про финики забыла, да, скажи? Ох уж этот кулинар Лена. Вытаскиваем косточки из фиников тоже сюда. Говорят, что все, что связано с мукой, очень вредно. Но вы знаете, что мука бывает разная. Мука бывает, например, миндальная. И, кстати, миндальную муку я делаю сама. А сейчас я вам расскажу, как я это делаю. Все очень просто. И если кажется, что все эти продукты полезные очень... Так, неправильно я делаю. Если кажется, что все эти продукты очень такие сложные, дорогие, на самом деле это не так. Значит, положили мы сюда финики. Мы чуть-чуть... Надо брать мягенькие финики, чтобы они... Можно было их помять. Также мы кладем... Не надо падать. Давайте щепотка соли. Немножек совсем. Я иногда вообще без соли готовлю, но я вам даю оригинальный рецепт. Соль давайте в конце. И муку. Значит, у нас сейчас яйца, финики и миндальная мука. Делаем тесто. Итак, ну вот такая получается масса. И сюда добавляем соду. Я, честно говоря, не приверживаю соды. Я тогда не знаю. Но, чтобы вафельки были подушненькие, надо... Нам, для того, чтобы сделать вафли, не забываем, что нам нужно вафельницу. Тут никак без нее. Перемешаем. То есть здесь все полезно. Единственное, конечно, если кто-то не ест яйца, то история про это. Так, я пока отложу на секунду. И расскажу вам историю про миндальное молоко. Для того, чтобы сделать миндальное молоко, вам нужна только миндаль. Ни в коем случае не жареная, а обычный миндаль и вода. Вот я специально для вас замочила вчера этот миндаль с вечера. Вы просто заливаете миндаль, ну, обычной хорошей водой. И утром, ну, вот у вас миндаль приобретает вот такой цвет. Что я сейчас сделаю? Естественно, эту воду я сейчас солью. Два раза промою миндаль. Наберу хорошей воды. Взобью. И у вас практически будет молоко. Сейчас, секунду. Я это сделаю. Итак, миндаль выглядит вот так. Без воды. Размоченной. И, кстати, вообще миндаль и орехи лучше есть размоченными. Они так лучше усваиваются, и очень многие диетологи советуют именно есть размоченные вот такие орешки. Я тоже размачиваю. Это очень удобно. Итак, мы замочили на ночь. Да мы поняли, что ты готова. Замочили на ночь. Слили воду. Промыли миндаль и наливаем сейчас сюда хорошей воды. Налили воду. И нам нужен миксер. Все, что нам нужно для того, чтобы изготовить молоко. Так. Значит, вот у нас получилось молоко. Но чтобы оно было идеально для приготовления, для того, чтобы его пить, добавлять в кофе, делать еще что-то. Мы выливаем это все молоко в любую тару. Мы вот таким образом, ну, через ситечко, да, процеживаем это молоко. Вот так выглядит молоко миндальное, из которого готовят. То есть миндаль вымочили, взбили с водой и так далее. Но я вам говорю про безотходное производство. Что это значит? Вот это все мы кладем в духовку, подсушиваем, в кофемолке перемалываем, и у нас получается миндальная мука. Самое главное, что нужно это высушить, потому что вы понимаете, да, что вся эта шелуха, она сейчас влажная в данный момент. Мы все идеально купили орехи, и нам нужна вода, и в итоге мы получили и молоко, и миндальную муку, и все, что нам было нужно. Самое главное, все натуральное, все сделали своими руками, и мы уверены, что никаких консервантов, никаких стабилизаторов в этом молоке нет, потому что все-таки производители для того, чтобы молоко дольше стояло на полках в магазинах, добавляют много всего. Итак, а так мы сами сделали, да, сколько? Пять минут потратили. Итак, а сейчас мы возвращаемся к вам. Для того, чтобы нам сделать вафли, нам, естественно, нужна вафельница. Так, все уберем, для того, чтобы нам ничего не мешало, потому что они не видны вафельные. Возьмем то, что нам нужно. Это красивая тарелка. Нам нужна ложечка. И, конечно, нам нужна вот такая кисточка для того, чтобы смазать вафельницу, потому что вафельки иначе перелипнут. Поскольку у нас тут это... Мы полезные вафли готовим, Естественно, вафельницу мы смазываем кокосовым маслом. Дальше все просто. Тесто кладем в вафельницу И получаем вафельки. И закрываем. Давайте посмотрим, что получилось. Я люблю вот такие вафельки. Посмотрите, какая красота. Полезно, вкусно. И вот так я люблю перекусывать. В идеале, конечно же, можно добавить маркл-сироп, кленовый сироп. Вот. Ну, вот такой завтрак я иногда делаю в своей семье. Очень любит такие вафли мой муж, детки. И я с удовольствием их ем. Так что...